Этой весной, а точнее в середине марта, начнется реализация проектов, которые получили губернаторские гранты. Их авторы – местные жители, которые выступили с инициативой сделать жизнь в городе лучше. Победители определены. Один из таких проектов, получивших поддержку, называется «Сёрфинг по-сибирски». Эта идея возникала постепенно. До этого проводил мероприятие по сплавам на сапсёрфинге. И захотелось что-то для жителей города сделать такое увлекательное, бесплатное, и чтобы привлечь туристов из других городов. Чтобы написать хороший проект, нужно хорошо потрудиться. Во-первых, провести опрос среди людей, выявить их потребности. Проще говоря, узнать, интересует ли жителей города та или иная идея. Во-первых, начнем с того, что необходима идея. Идея обычно рождается из какой-то проблемы, либо какой-то потребности жителей города, самого человека, какого-либо сообщества. Если идея есть, значит, можно оформить проект. Мы, в частности, в том числе занимаемся консультационной помощью и методическим сопровождением ребят, у кого есть идеи и кто не знает, как написать проект. И вот как раз-таки к нам могут обратиться. После того, как заявка на конкурс подана, начинается первый этап – сбор общественной оценки. Каждый желающий может зарегистрироваться на сайте grantgubernatora.rf, получить виртуальный капитал в размере 5000 и отдать его за самый интересный проект, который затем оценивает окружная экспертная комиссия. Начну сразу со сложностей. Это недоверие и боязнь людей, которые никогда не сталкивались с грантовой системой, которые не принимали никогда участия в активной жизни города. Их пугало то, что нужно на сайте губернатора регистрироваться и давать свои данные паспортные. Хотя логично, само государство эти паспорта им и выдало. Поэтому все их данные известны. Вадим Адаменко уверен, что новый формат такого серфинга позволит жителям города не только отдохнуть в окружении природы, но и провести время с пользой. Активист планирует проводить сплавы в формате эко-туров, квестов, семейных веселых стартов и даже пикника. Мероприятие у нас будет в июне. У нас такая, конечно, погода непредсказуемая. Главное, чтобы было тепло. Посмотрим. Думаю, уже будет тепло в июне. Категория граждан тут, в принципе, любая. Если кто-то сильно маленький, то с ним и родители сплавляются. А так уже от 18 лет желательно, конечно. Первое мероприятие пройдет в формате экскурсии с гидом, который расскажет участникам сплава об истории нашего города и о красотах нашего края. Елена Ковтун, Максим Полозов. Наши города. КОНЕЦ КОНЕЦ